МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей студии Богдан Забелин, заместитель министра ЖКХ Ставропольского края, а также Евгений Сабельников, исполнительный директор регионального оператора по обращению с ТКО. Здравствуйте! Обязательно сегодня обсудим, к чему мы смогли прийти за эти пять лет. Срок немалый, уже можно делать какие-то выводы, но сначала давайте о масштабных планах. Богдан Владимирович на днях губернатор края доложил президенту о планах по строительству на Ставрополье эко-промышленного парка. Расскажите подробнее, что это за проект и что он даст Ставрополье? Ну, в целом, по концепции... Добрый день еще раз. В целом, по концепции это комплекс по переработке отходов и производству историчного сырья, ну, полезных для потребителей продуктов. То есть, если сейчас на Ставрополе в основном вторсырье, не считая завода, который расположен на территории хутора Верхнерусской, где делают лавочки из пластика, там формы для посадки цветов, клумбы и прочее, прочее. Вот. И еще несколько предприятий. Вот. Но с точки зрения концепции технопарка мы будем меньше продавать вторичные материальные ресурсы, которые извлекаются из ствердико-коммунальных отходов, а производить уже что-то полезное на месте. У нас есть уже ряд резидентов, которые готовы туда зайти, ряд инвесторов, в том числе с наших соседних регионов, которые готовы инвестировать туда, в том числе более 900 миллионов, благодаря нашему губернатору Владимиру Владимирову, выделено федерацией из федерального бюджета по линии публично-пуровой компании «Российский экологический оператор». Соответственно, этот комплекс будет построен, и строительство начнется уже в следующем году, после сдачи проектно-сметной документации, которая пройдет в государственную экспертизу. Земельный участок уже нашим Минниковым Михаилом Анатольевичем распоряжение издано. Сейчас ведется подготовка к планированию данного строительства. И в том числе благодаря Виктории Валерьевне Абрамченко, которая приезжала сюда и совместно с губернатором планировали это мероприятие. Это комплекс, который будет построен в одном из восьми федеральных округов на территории Российской Федерации, в Южном федеральном округе, в ЮФО, это будет на Ставрополь. Здорово. Когда мы планируем его запустить? Давайте. Это далеко идущие планы. Я не хотел бы опережать события, но строительство начнется в следующем году. Как у нас в целом в крае обстоят дела с экологическим избавлением от мусора? Вы уже рассказали, да, как идет переработка. Хотелось бы подробнее. Ну, учитывая то, что Ставропольский край вошел в десятку субъектов, которые приступили к исполнению реформы, порученной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на, скажем так, встал на этот путь одним из первых. Мы вошли в десятку, было для чему мы и получили средства на комплексы по переработке, на шрёдеры, которые перерабатывают от бетона до дерева. Соответственно, по линии экологического сбора у нас по краю расставлены контейнеры для сбора сухих отходов, куда попадает пластик, картон. Ну, мы старались объяснить, что это контейнеры для пластика для населения, но все-таки изначально туда бросали все отходы, но благодаря нашим главам, поручениям нашего губернатора, всё-таки даже на примере моего дома, где я живу, Карл Маркса 100, в центре города, ну, даже я там, ребёнок, мы убрасываем именно пластиковую бутылку, которая остаётся именно в этот контейнер. То есть стали сознательнее люди? Кассити их забирают, да, и у нас весь дом уже привык к такой системе. Евгений Геннадьевич, есть что добавить? Вы видите какую-то динамику отношения самих жителей к тому, что происходит? Сознательность их? Вы знаете, да. Она меняется, ну, от себя скажу, что, наверное, моё понимание, что крайне медленно, но то, что происходят некие переоценки понятия слова «мусор», это видно невооружённым глазом, то есть, да, есть понимание, что пять лет назад и ранее слово «мусор» – это было слово «мусор». Он ничей, можно кидать куда угодно, можно вывозить куда угодно. Сегодня это понимание уже обратное, да, и, соответственно, отсюда рождаются новые взаимоотношения, новые связи, будем так говорить, между потребителем и органами местного самоуправления. Между органами местного самоуправления и региональным оператором, и так далее, и так далее. То есть, эта работа, она видна. Но помимо экотехнопарка, как в регионе вы планируете развивать это направление, имея в виду переработку? Ну, на самом деле, у нас на территории Ставропольского края есть 11 комплексов по переработке, сортировке и захоронению твёрдокоммунальных отходов. Соответственно, отходы не закораниваются. По поручению президента до 30-го года мы должны прийти к захоронению ниже на 50%. Если раньше это просто завозилось на полигон. Пять лет назад у нас было всего 4 комплекса на территории края. Это были очень крупные наши, по нашим Ставропольским меркам, крупные города. Да, в принципе, эта система начала работать ещё с 90-х годов. И, учитывая то, что эти инвестиции, они практически везде на территории края частные. Вот, потом это по поручению президента Российской Федерации выросло в тарифицированную услугу. Так же, как водоканал, свет, газ и так далее. Любая коммунальная услуга, которая считается по, скажем так, постановлению правительства Российской Федерации, там, 484, которым пользуется региональная тарифная комиссия, 354-е правило предоставления коммунальных услуг. Мусор стал такой же коммунальной услугой, как и все остальные тарифицированные услуги. Если брать комплексы по переработке отходов, в основном у нас вторичные материальные ресурсы продаются на внешний рынок. Я уже назвал завод, который работает на территории Верхнерусского, на территории КМВ производили флекс, ну, то есть это, по сути, рубленный пластик. Но, опять же, он уходит за пределы Ставрополя, тот же картон также уходит за пределы Ставрополя, иные материальные ресурсы. Единственное, стекло у нас перерабатывается на территории Минераловодского стекольного завода. Но мы уже начали говорить, да, о том, что все это сделано было в рамках мусорной реформы. Хочется в целом, да, посмотреть, как она продвигается, что мы успели сделать, что не получилось, возможно, за эти годы. Такой анализ небольшой провести. За пять лет, да? За пять лет, да. Я могу сказать, что за пять лет, во-первых, у нас вместо четырех комплексов появилось одиннадцать. Во-вторых, Пятигорский мусоросжигательный завод оборудован современной линией по сортировке, которая позволяет избавить его от негативного воздействия на окружающую среду. Это очень большой налог. Если у тебя есть хороший комплекс по сортировке, это минимально. Если ты захоранишь все, это максимально. Но это сейчас о плюсах. А если брать какие-то минусы, чего не хватает, возможно, пока? Или были бы минусы, которые вы превратили в плюсы за эти годы, учитывая тоже обращение граждан, да, общие какие-то коррективы? Можно я отвечу, да? Можно я отвечу. Вы знаете, вот если говорить итоги слова, да, мусорная реформа, пять лет, то я бы все-таки пошел бы от целей той мусорной реформы, которая начиналась, задумывалась, я думаю, давным-давно начиналась в восемнадцатом году. И разделил бы два ключевых цели и две ключевых направления этой реформы. Прежде всего, эта реформа должна была решить вопрос экологической безопасности государства. Если говорить о вот этом направлении, то за пять лет сделано очень много. Очень много, да. То есть на сегодняшний момент обращение с твердыми коммунальными отходами, то есть вся эта система, она управляема, она прозрачна, она понятна и она имеет результат. Это стратегический результат для государства. У мусорной реформы было и есть и второе направление. И, возможно, оно все-таки, я бы сказал, главнее даже. Это мы с вами, как потребители. Так вот, итоги мусорной реформы. Я бы задавал вопрос за пять лет не региональному оператору и не курирующему министерству, а конечному потребителю, который утром выходит из подъезда и очень четко понимает, что было десять лет назад рядом с его домом, пять лет назад рядом с его домом и что он видит сегодня. И только конечный потребитель может давать оценку тех или иных итогов. И вот здесь как раз-таки остается, я бы говорил, что вот в этом направлении нам предстоит сделать гораздо больше, чем сделано. А сделано очень много. Но до тех пор, пока у конечных потребителей будет возникать вопрос и непонимание, почему вроде бы стоят пустые контейнеры, а площадка вся разрушена. Почему вроде бы стоят пустые контейнеры, а рядом какие-то навалы, веток там, не знаю, чего-то, да. Почему одну листву кто-то вывозит, другую листву не вывозит и так далее, и так далее, да. До тех пор, пока будут оставаться эти вопросы, говорить об итогах здесь все-таки рано. А нужно говорить, что впереди предстоит очень большая работа. Ведется ли эта работа? Итогами, прежде всего, итогами в этом направлении реформы я бы озвучил следующее. То есть мы уже говорили, что понимание пришло, что мусор бывает пятого класса, а бывают твердые коммунальные отходы. Такое же потребителям. Соответственно, понимание пришло и ответственным в органах местного самоуправления. На сегодняшний момент во всех муниципальных образованиях созданы и отделы, и еженедельные, я подчеркиваю, еженедельные планерки с представителями рекоператоров, которые намечают какие-то пути так, чтобы достигать результатов. Есть понимание, как нужно организовывать контейнерные площадки. Но это понимание пришло не сразу. Вы были первым рекоператором, который начал работать. Да, да, все верно. Вы сталкивались с этим массивом, с которым предстоит работать. Я дополню. На данный момент я не буду называть населенный пункт, пока это было все сделано. Сейчас нужно будет посмотреть, насколько люди будут этим довольны, если будут какие-то замечания, соответственно, это исправят. То есть, на примере одного из поселков были поставлены сетки для раздельного сбора, полностью оборудованы контейнерные площадки. Благодаря администрации они все-таки нашли и выделили денежные средства на их создание. Контейнеры были приобретены администрацией совместно с Экосити, потому что контейнеры тоже больной вопрос. Тот 1%, который закладывает региональная тарифная комиссия в соответствии с постановлением 484 Российской Федерации, по которому считается тариф, 1% региональный оператор от своей валовой выручки обязан выделить на покупку контейнеров. Но этих контейнеров хватает только на замену тех, которые уже пришли в негодность. Когда подъезжает автомобиль, поднимает его, у него отваливается дно. Это вопрос довольно технического характера, но без этого никак. У нас тогда образуется куча мусора, который лежит на улице, и людям это не очень нравится. Но это быстро устраняют такие вещи? Это быстро устраняют региональные операторы. Вообще, по закону контейнероплощадки, контейнеры являются неотъемлемой частью самих себя. Это по разъяснению Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Если у администрации нет денежных средств, но здесь, опять же, как Евгений Инатьевич сказал, есть определенное понимание взаимодействия, администрация обращается к региональному оператору и каким-то образом эти вопросы снимаются. То есть здесь все-таки обращения граждан, естественно, учитываются, они становятся началом этой работы? Конечно, но даже, я могу сказать, в городе Ставрополь, я не буду называть адреса, проходя почти центр, я все равно вижу те 075-е старые советские контейнеры, которые были сварены на коленке. Они пока еще, они уже заржавели, они пока еще существуют, но в рамках либо тарифа они поменяют, либо администрации выделят денежные средства, рано или поздно их заменят, но этих денежных средств, которые заложены в тарифе, их явно не хватает. В том числе и у дотационных наших, скажем так, поселков, станиц, столиц наших районов, муниципальных, городских округов. Вот не всегда хватает денежных средств, чтобы это молниеносно устранять. Но мы не можем не затронуть в этой связи вопрос повышения размера платы за вывоз ТКО. С чем это вообще связано и насколько вырастет плата, и кто этот процесс в целом ведет? Я могу сказать, в общем, у нас есть региональная тарифная комиссия, которая считает затраты, которые понес региональный оператор, считает его валовую выручку. Есть постановление Российской Федерации, по которым производятся эти расчеты. Региональная тарифная комиссия выдает тариф. Из этого тарифа появляется плата населения по тем нормативам, которые утверждены министерством. Соответственно, те 9%, которые указаны в федеральных документах, это неизбежно. Но, опять же, здесь есть такой момент, что наш губернатор при необходимом повышении, которое вроде как, не вроде как, оно законно, но несколько лет региональные операторы не повышали плату населения по поручению губернатора. Сколько они смогли продержаться, это вопрос. И сколько они еще продержатся. Понятное дело, что они будут выполнять свою функцию. Но, когда им говорят не повышать плату населения в рамках того, чего они могут повысить, опять же, могу привести пример, что есть инфляция, она неизбежна. И второе, это подорожание, скажем так, запасных частей и так далее, и так далее. Вот в связи с санкциями, это вся Россия испытала, любое производство это испытало. Ну, условно, когда в четыре раза дорожает. Никаких субсидий, субвенций не выделялось. Была единственная субсидия, когда были первые санкции, обращенные в сторону Российской Федерации со стороны недружественных стран. И, соответственно, региональным операторам со стороны Федерации были выделены определенные денежные средства. Ну, то есть, тогда удалось еще удерживать. Это был единственный транш, который наше правительство... Ну, если сейчас брать, понятно, что это такие меры просто необходимые, но на сколько же вырастет, получается, плата? На сколько процентов? Я же вам сказал, 9 процентов, которые заложены, но, опять же, по поручению губернатора, это будет не совсем так. Принимаются ли у нас в крае какие-то меры соцподдержки на оплату услуги по вывозу ТКО? Ну, социальная поддержка, она была заложена, опять же, по поручению Владимирова. Региональные операторы все выделили от 9 до 11 категорий по своим приказам. Те деньги, которые они ежегодно недополучают, это порядка 200-220 миллионов рублей. Я сейчас точную цифру вам не скажу, но вот все 4 региональных оператора пошли на такой шаг, и все инвалиды, участники войны, ветераны, лица старше 80 лет. Сейчас вводятся новые меры поддержки, потому что каким-то образом нужно помогать тем людям, которые попали в определенную жизненную ситуацию. Да, мы уже говорим о том на протяжении всего этого времени, что реализуется мусорная реформа в течение 5 лет, но есть всегда актуальный вопрос, это вывоз листьев осенью, да, и других растительных отходов. Кто за это отвечает? Давайте я скажу так, листва образованные от вашего домовладения, если у вас частный дом, по письмам, разъяснениям Министерства природных ресурсов Российской Федерации, то, что образованы от придомовой территории, вывозят региональные операторы, потому что это входит в тариф, то, что образовано, здесь идет деление на собственных земельных участков, если это красные линии, парки, то, что относятся к органам местного самоуправления, просто не все органы местного самоуправления выделяют денежные средства на эту уборку. Либо это МУП органа местного самоуправления, который получает деньги из бюджета и выбирает красные линии, либо те участки, которые принадлежат администрации. Либо это региональные операторы в рамках норматива и тарифа выбирают за нами, с вами, как за обычными жителями, если взять мой двор, листья и ветки, которые образовались там и попали на контейнерную площадку. Евгений Леонидович говорил еще в начале этой мусорной реформы, если это упаковано в пакеты, это с вашего двора, конечно, они это заберут. Но иногда органы местного самоуправления просто выносят это на контейнерную площадку и говорят региональным операторам, забирайте. Но это не есть тариф, это не есть правильно. То есть только мешки? Я бы добавил, пожалуйста, добавил. Да, вот точно так же, как пришло понимание, чем ТКО отличается от пятого класса, вот сегодня тяжело, но проходит понимание, что листва, она тоже разная. И есть листва с придомовой территории от жителей, которые входят в нормативы накопления и входит стоимость, да, что такая придомовая территория. У меня частный дом, моя земля, у меня есть яблонька, березонька и так далее, и так далее. Да, это вся листва входит. А есть листва, вернее, территория перед домом. Это муниципальная земля, но за которую по правилам благоустройства я несу тоже ответственность. Так вот эта вот земля, она является муниципальной. И листва, которая там находится, не подлежит вывозу региональным операторам. Это сложно, это одна из тех проблем, которые, скорее всего, предстоит решать и, наверное, российской думе, и, возможно, нашей думе, наше мнение, но нельзя листву разделять. Ее нужно либо все включать, либо не включать. Добавлю к словам Евгения Геннадьевича то, что не совсем подлежит вывозу органов местного самоуправления, либо они вывозят это собственными силами, отвозят также на полигон, который относится к операторам в области обращения с отходами, либо они заключают договор с любой организацией, у которой есть лицензия на вывоз ТКО. Пусть то региональный оператор, либо иная. У МОПов тоже есть документы. Спасибо за уточнение. Мы продолжаем. Центр управления регионом в Ставропольском крае сообщает нам, что в последнее время много вопросов по вывозу ТКО в регионика в Минвод. Жители жалуются, что около мусорных контейнеров образуются навалы отходов. Например, есть такое обращение из Кисловодска. Почему не вывозят весь мусор, лежит месяцами, за что мы платим, если вынуждены ходить и лицезреть это, улица Ломоносова. И еще из Железноводска не вывозится мусор улица Ленина 1, это какой-то беспредел. Как достучаться? И мы сейчас на связи с представителем регионального оператора ЖКХ. Здравствуйте вам, Владимир Головаченко, заместитель директора регионального оператора. Вы на связи с нами. Добрый день. Добрый день. Да, хотелось бы обратить внимание на то, что главная задача регионального оператора в соответствии с законодательством – это обращение с твердыми коммунальными отходами. Как уже было сказано в эфире Евгением Геннадьевичем, что бытовой мусор, который ежедневно образовался в жилищах, это тот мусор, который учтен в тарифе. Я бы хотел развернуть этот вопрос, он как раз касается того, что вы сейчас у меня спрашиваете. Включены в твердые коммунальные отходы и крупногабаритные отходы, это отходы, вышедшие из употребления мебели, техника домовая, крупногабаритные отходы домашнего обихода, которые утратили свои потребительские свойства, а также отходы от текущего ремонта, фрагменты обоев, напольного покрытия, плинтуса, балконные блоки, галты или прочие элементы косметического ремонта. По улице Ломоносова поступал вопрос от жительницы, почему работники что-то вынимают из контейнера перед погрузкой. Подобное может происходить только в случае, если в контейнер попал крупногабаритный отход, либо строительный отход, ну и древесные спиры, что в сезон сейчас очень актуальны. Их удалять перед погрузкой необходимо, почему? Потому что это, если их не удалить, то может привести к поломке оборудования, а оборудование и ремонт дорожает, и нам приходится быть особо внимательными на сегодняшний день, чтобы минимизировать риски в принципе любых возможных поломок и необходимости ремонта. Напомню, крупногабаритные отходы, они входят в тариф, как и отходы, образованные в жилищах, не крупногабаритные, твердые, коммунальные. И крупногабаритные должны быть сложены на контейнерной площадке, в отдельный отсек, аккуратно. Приедет специальная техника, которая не поломается, и грузчики с кипажем это все сложат и заберут. Их вылаз производится в другую технику, просто нежели мусоровозы. Что касается свалок, на которые жалуются жители, в том числе на улице Ломоносова, в Словодске, опять же, возвращаясь к тому, что эта тема уже после новой эфире была затронута, чаще всего это как раз порубочные остатки, верхние и строительные отходы. Эта категория, к которым коммунальным отходам не относится и не учтена в тарифе. Законодатель говорит о том, что организовать вывоз таких отходов обязан тот, кто их произвел. То есть заключить дополнительный договор с любой организацией, которая оказывает эти услуги в рамках закона. Если организатор свалки найти невозможно, то ликвидацию приходится брать на себя собственнику земельного участка. Во дворе на квартирного дома это управляющая компания, либо, ну, СЖ. На муниципальной территории, соответственно, администрация за счет бюджетных средств. По Железноводску в середине ноября сигналы из жилого массива по улице Ленина 1 связан с тем, что подъезд контейнерной площадки в очередной раз был перекрыт припаркованным автомобилем. И на сигналы мусоровоза владельцы машин не всегда реагируют. Если реагируют, то это очень долго происходит. Коммунальная техника долго ждать не может. Это как раз таки вот это приведет с рыбой графика на других точках. И сложнее потом будет разобраться со сложившимся массивом проблем. Владимир Витальевич, спасибо вам большое за подробное разъяснение. До встречи. Владимир Витальевич сказал о том, что ветки не должны вывозиться. В таком случае предновогодний вопрос и постновогодний, куда девать елку. Этот вопрос возникает, я отвечу, и я думаю, что Икосития ответила бы то же самое ежегодно. И мы объясняли уже со стороны министерств, со стороны региональных операторов, что то, что образовалось у вас дома, в любом случае, если это можно положить в контейнер, региональный оператор заберет. Я опять же привожу свой пример. То, что мы вынесли, если у меня елка, к счастью, или, к сожалению, искусственная, пока еще мы ее не ставили, я думаю, что рановато, но многие ее уже поставили. А если это елка настоящая, ну, пожалуйста, вы можете поставить ее на контейнерную площадку, предкрупногабаритная машина со двора ее у вас заберет. Либо это порубочные остатки, можете в том числе либо упаковать в пакет, либо положить в контейнер. Как говорил Евгений Геннадьевич еще пять лет назад. Можно? Да. Вот очень важно, поправлю все-таки Богдан Владимировича. Первое. Елка, да, это крупногабаритный отход, который обязан вывести... Ну, то есть елка это не ветки? Я тут немного не понимаю. Елка это товар, получается, да, который утратил свои свойства. Вот. Соответственно, он и его обязан вывести региональный оператор, но это вот как раз-таки крупногабаритный отход. И не надо елку засовывать в контейнер для твердых коммунальных отходов. Вот об этом. Соответственно, они должны быть складированы в специальных местах сбора и накоплений. Вот как раз-таки ставить рядом с контейнерной площадкой, это не совсем правильно. То есть есть же по городу лодки и так далее. Ну, у нас просто нет места. Вот я почему и говорю. Вот в этом и вопрос. Кто-то поставит, а кто-то, понимаете, бросит. Очень ограничено. А дальше бросит другой пакетик. И вот у нас уже возникает несанкционированная свалка. Это на примере города Георгиевска. Поэтому здесь очень важно, очень важно не только требования к региональному оператору, а и наше с вами понимание, что отходы, это отходы. И их нужно уметь правильно складировать. И так далее. Мне кажется, это отличный финал нашей беседы сегодня. Спасибо вам большое. Вы смотрели прямой эфир. Здесь мы вместе с вами задаем вопросы. Звоните и пишите нам. Каждый будний день мы здесь и начинаем в 14.00. Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова